МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитая служба информации Толяраду компании Гомелю, студия працует Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Новогодняя ночь прошла без серьезных порушений и здоровений. Милиция протягивает нести службу в возможном варианте. Лепший подарунок до свято. Первого студия в Гомеле народилось 6 немовлят. Старая музыкальная установка в области. Дитяшая школа мастерства имя Шайковского означает 100 год. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Супрационники Министерства внутренних справ поведомляют, что в местах новогодних гуляний не зафиксовано администрационных правопорушений и злочинств. Усягою новогоднюю ночь на территории Гомельской области прошло 71 святошное мероприемство. Их наведало коля 25 тысяч человек. Сурвезных с Дареннию не выявлено. За медицинской помощью в новогоднюю ночь обратился один гомельчанин. 50-летний мужчина получил травму от использования салюта. Также вчера днем в Лоевскую больницу обратился местный житель, который также получил травму. Это ожог кисти при запуске салюта. Следует отметить, что за аналогичный период прошлого года травмы получили 7 человек. Супрационники областной ДАИ протягивают снести службу в возможном режиме. До 10-го студента в регионе проводится комплекс профилактических мероприемств под огольной назвой «Цвярозая дорога». Я ем это выявление водителя в стане алкогольного опьянения и без правов, а так само пешеходов, которые порушают правила дорожного руху. У ГТПР эта работа ДАИ ориентирована на оказание допомоги усим удельникам дорожного руху и захование беспешных умов перемещения. 1 января 2021 года сотрудниками ГАИ было задержано 19 нетрезвых водителей и 28 лиц, не имеющих права управления транспортными средствами. Также за 1 января было зарегистрировано два учетных дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек пострадал и один пешеход скончался на месте происшествия в городе Жлобине. Супрацовники МНС поведомляются, Новый год на Гомельшине не обошлось без пожаров. В святошные дни зарегистровано 8 узгораний. Горыли социальные и промысловые объекты, а так само господаршие будинки. Так само воротовальников выкликали, чтобы снять кольцо с пальца и допомогать живелам, которые трапили в яму. Причиной у всех надзвышайных выпадков у этих дзен стал минавито-человечий фактор. В большинстве случаев пожаров основная причина – это неосторожное обращение с огнем. Поэтому необходимо напомнить гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при обращении с огнем, а также о недопущении курения в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. В случае возникновения пожара звоните в службу спасения по номеру 101 или 112. Берегите себя и безопасных новогодних вам праздников. Новый год, новые жители. 31-го снежня и 1-го студеня Гомельский областно-клиничный родильный дом працавал в штатном режиме. Большая зятей, чьи ее нарожение припало на гэтый период, заявились на свет минавито у опошний день 2020 года. 1-й студеня для персонала установа оказался значительно меньше загруженным. У большинства выпадков роды прошли поспехово. 31 декабря уходящего 2020 года днем родилось 18 девочек и мальчиков. Последние роды были 22-50. Родился мальчик. Мама его из Будокошелева. Первый ребенок 1 января, в первый день нового года, родился в 10-40. Это была девочка. Девочка родилась доношенной, но в связи с резу с конфликтом была определена в день реанимации. Состояние ее нормальное, стабильное. Всего 1 января родилось 6 детей. Из них 2 девочки и 4 мальчика. Наполно, в этот год рыхтует для нас шмат падений. Уся мусульчас, а зараз расповедим про то, какие измены уже отбылись. С первого студеня что год меняется базовая величиня. А теперь она складает 29 рублей. Это плюс 2 рублей до взрыва минулого года. Рост базовая отбивается на померах штрафов, держпошлин, социальных допомог и некоторых инших выплат. С первого студеня повелишивается и помер базовой ставки. Этот индикатор выкористовывает при разликах працы работников бюджетных организаций. Сталка выросла на 10 рублей и складает 195 рублей. При этом на протягу года плануется провести полторное повышение базовой ставки. Тем самым бюджетники отрымают прибавку до зарплаты о малю 5,5%. Что тышится минимальной зарплаты, с первого студеня она так само выросла до 400 рублей. Украине протягивается повышение пенсийного взросла. И он в складе для женщин 57 годов 6 месяцев, а для мужчин 62 годы 6 месяцев. Так само выросли минимальный страховый стаж, необходимый для отрымания працыной пенсии. С первого студеня это 18 годов. И пенсийный взрослый и страховый стаж растут ровными темпами на полгода что год. Особно варто сказать про шмадетных мам. С первого студеня женщин, которые родили четверых детей, включатся в працонный стаж перед находжением в декретном отпочинке протяглостью до 12 годов. Ранее было только 9. Призначать им працонные пенсии будут при наявности не меж за 20 годов стажу працы, алей страховый стаж понизять до 10 годов. Ранее мамы, у яких четверо детей, рызыковали трапить у так званую пенсийную пастку. Это значит не напрацовать потребный страховый стаж и отрымливать только социальную пенсию. И еще одна добрая новина. С первого студеня семейные пары могут различовать на одну бесплатную спробу ЭК. Держ бюджет, покрывая выдатки на дорогую процедуру. Важно выполнять несколько умов. Женщина должна быть замужем и в возрасте до 40 годов. В Гомельском областном клиническом шпитале инвалидовочной войны презентовали новую операционную. Як чекается, что год тут можно будет проводить свыше тысячи операций на сердце и головном мозгу. С мощностями сучасной медицины ознайомились наши корреспонденты. Официально ее называется эндоваскулярным операционным блоком. Отповедный проект подрихтовали в минулом году. Весь 2020-й проводили будовничные работы и займались установкой медицинского обсталявания. Необходные сродки выдаткованы с областного бюджета. Як минимум половое обсталявания белорусской вытворжести. По словах медиков, по якости, и оно не соступая замежным аналогам. Увоголи это будет операционная европейская стандарта, якая дозволить проводить хирургичные вмешательства на большевысоком узровне излепшими выниками. Современная обстановка эпидемиологическая показала, что очень много тяжелых больных, очень много возрастных больных. И вы знаете, одна из теорий, почему там погибают наши пациенты сейчас в условиях коронавируса, это образование тромбов везде. В сосудах головного мозга, сердце, легких, ногах и так далее. Вот это оборудование позволит лечить этих тяжелых больных. По сутности, зараз завершен первый этап створения новой операцийной. Продемонстрованное обсталявание дозволяя проводить так званые открытые операции. В наступном ходе у соседнем помешкании установить биплановый ангиограф, который позволяет делать операции и доследование сосудов с допомогой рентгеновских променев. Это самый сучастный метод допомоги хворым. Что год на Гомельшине региструется 5,5 тысяч инсультов. Планируется в следующем году поставка эндоваскулярного оборудования. Это ангиографического комплекса, который позволит выполнять операции на сосудах головного мозга внутри. То есть не доводить человека до инсульта, а выполнять стентирование этих сосудов. Такие операции выполняются только пока в городе Минске и частично в некоторых областных центрах. Это современное операционное новое уровне, которое даст возможность нашим жителям избежать серьезной патологии, как инсульт, и сделать профилактику этого заболевания на раннем этапе. Олексин Серов, Ольга Коновалова, Евген Макенко, Телерадиокомпания «Гомель». Больше как 840 беспроцентных Гомельской области в 2020 году было накировано на прав наушание и пероподрыхтовку. Успитие специальностей, по яких проводились курсы – продавцы и кассиры-контролеры, водители погрузчиков и операторы котельня. А те, кто выросли открыть свою справу, прошли наибольший запотребованный курс пероподрыхтовки. Основы продпрымальницкой деянности. Наш корреспондент Олена Троценко наведала комитет по праце занятостей социальной обороны насильництва Гомельского облаконкама и подсекавилася, какие они – попыты пропанова на рынку працы в области. Петр Леонидович, 2020 год стал очень непростым для любой из сфер. Скажите, пожалуйста, как выглядит ситуация в сфере занятости и безработицы в Гомельской области? Ситуация на рынке труда характеризовалась уменьшением количества безработных, также уменьшилось количество граждан, которые обращались в службу занятости, и в то же время незначительно сократилось количество вакансий, заявленных в службу занятости. В то же время на сегодняшний день уровень безработицы в Гомельской области составляет 0,2%, что соответствует республиканскому уровню. Напряженность на рынке труда 0,1% – это говорит о том, что на каждого безработного имеется 10 вакансий. Но проблема здесь в чем, что существует, как и годом ранее, и сохранились эти тенденции и в текущем году, дисбаланс спроса и предложения. То есть потенциальные работники ищут работу по одной специальности, мы предлагаем по другой. На рынке труда востребованы на сегодняшний день работники сельхозпроизводства, это водители, трактористы, работники ветеринарных служб, зоотехники. Востребованы специалисты медицинской отрасли. Хотя вот сравнивая с прошлым годом, количество заявленных вакансий уменьшилось. Но все равно и врачи, и медсестры требуются нашим медучреждениям. На строительном рынке количество заявленных вакансий в этом году уменьшилось. Наверное, здесь повлияла и пандемия, ограничения на въезд в некоторые страны, выезд из нашей страны. Я предполагаю, что многие строители, которые ранее работали за рубежом, пошли работать на наши предприятия. Но в то же время, возможность трудоустройства по строительным специальностям у нас на сегодняшний день имеется. Как много безработных в этом году направили на профобучение и переподготовку в Гомельской области? При обращении в службу занятости наши специалисты информируют соискателя рабочего места о том, что мы можем оказать содействие в переподготовке или получении новой специальности. И в зависимости от предпочтений мы предлагаем свои услуги по обучению. Наиболее востребованные специальности, которых проводилась переподготовка в этом году, это продавцы, контролеры-кассиры, водители-погрузчиков, операторы котельных. Востребованный такой курс переподготовки основы предпринимательской деятельности в основном пользуются те, кто решили открыть свое дело, в том числе и с нашей поддержкой. Надо отметить, что в этом году более 350 безработных получили безвозмездную субсидию. Размер, который зависит от того, где образуется это рабочее место и составляет по состоянию на декабрь от 2800 до 3800 тысяч рублей. Это безвозмездная помощь, которая оказывается безработному для открытия своего дела. А как многоформирований оказывают помощь службе занятости и населению? Ну, вы знаете, что в рамках реализации декретов в каждом районе, в каждой администрации города Гомеля работают комиссии по содействию занятости, в которые любой соискатель может обратиться и получить поддержку непосредственно в комиссии. Потому что в них входят специалисты различных сфер деятельности и некоторые даже при собеседовании могут предложить трудоустройство уже в своей организации. Если на момент обращения конкретная помощь не может быть оказана по каким-то причинам, конечно, подключаются наши службы для того, чтобы все-таки более детально с человеком проработать все возможные варианты и достигнуть ожидаемого результата. Новый год – час веншования. Областное отделение организации ветераны военной разведки наведало удельника Великой Ачиной войны гомельчанина Миколая Касперовича. Новогодние святы – неодинная нагода для визиту. Первого студента Миколаю Явгеновичу исполнилось 95 годов. Члены объединения урушили имениннику каштонной подарунке, пожадали ему мощного здоровья и добробыта. Миколай Касперович служил артиллерийской разведцей. Удельник боев на территории Кавказа, Украины, Молдовы так само вызволял Польшу и Германию. Уладальник множества боевых узнагород. Ветеран часто принимает в своем доме гостей и по-соправдному гонориться тем, что его зауседы памятают и шануют. Я очень расстроен, очень даже. Спасибо ребятам, что не забывают разведку нашу знаменитую. Вот. Будем стараться помогать государству, чем можем. Обязательно. Гомельская областная организация белорусского товариства «Червоного крыжа» поменьшовала с Новым годом детей семьи беженцев, которые сейчас проживают в регионе. Прошим святочная программа прошла в два этапа. С пошатку 12 детей запросили в цирк на новогоднюю елку, а потом они разом с Дедом Морозом и Снягуркой пришли в офис областной организации. Не глядяши на то, что гэты дети народилися у Ираку и Сирии, и они протяглый час живут в нашей краине, а тому не мают значных мовных проблем. Почасу встречи с простовниками «Червоного крыжа» юные гости не только прочитали версии, а и рассказали, какие подарунки отримали от Деда Мороза. Я писала это письмо, красиво и сама все закрашивала, и рисовала все сама. Некоторые дети берут открытки из магазинов, но я подумала, что это слишком просто, и нарисовала. А потом я попросила у Деда Мороза такой электрический самокат. И я о нем так мечтала, что мне уж так захотелось, что мне досталось, скоро мне купили скейтборд. Но скейтборд я тоже хотела. Однародной консерваторой до старейшей музычной научной установы в области. Дитяшая школа мастерства у номера один имя Шайковского означает «Стогодзе». По часу Рашистого сходу веншовали и узнагароживали коллектив научной установы. Я на некольки разов изменяла прописку и назву. Неозменным заставалось одно – служение высоким идеалам мастерства. В 1919 году в Гомеле появилась Народная консерватория. Размешалась и она в доме Палаца Румянцевых и Паскевичев. В разводе она стала школой, а в 1940 году ей присвоили имя Петра Шайковского. А сейчас тут працует больше за 100 выкладчиков. Коля половы съехал, властные выпускники, и это особливая гордость школы. Как и наученцы. Каждый год некольки человек традиционно успеют стипендияту специального фонда президента Беларуси по патрымце Толиновитой молоди. Лауреатов и переможцев международных и национальных конкурсов и фестивалей не перелечить. Я научилась здесь выражать свои чувства через клавиши, и мне очень это нравится. Тот способ, через который я выражаю свои мысли, чувства композитора. Ежегодно наши ученики поступают в среднее учебное заведение, в частности колледж искусства имени Соколовского. В Минске колледжи музыкальные, профессиональные. Даже бывает, что и в Москву в прошлом году наши девочки поступили. И уже я говорил, цифру 45% наших выпускников, сейчас, ныне преподаватели, это уже говорит о том, что многие связывают свою судьбу с музыкой. У нас есть известные даже педагоги, выпускники наши по учебникам, которых мы сейчас до сих пор учимся. Музыка – универсальный сродок сносинов помеж людьми. И в школе имя Шайковского на ее и в уши размовлять досконало. Шаравництво на коляды. У Гомельским областным центром техничной творчества детей и молодых прошел доброчный майстер-класс «Новогодняя скрынка». Дети наведали его разом с дорослыми, и они вошлись делать новогодние цацкие сувениры. Сродки, отриманные подчас майстер-класса, будут накерованы на лишение детей с инвалидностью и тяжкими хворобами. В худшем часе на базе установки отбудется еще одна подобная акция. Принять ее в дел могут все ожидающие. Следующую акцию мы проведем 9 января, уже 2021 года, в субботу. Приглашаем всех желающих, также всей семьей приходить к нам и сделать своими руками новогодний или рождественский сувеник. Новый год в регионе почался с теплого надворья, и в ближайшие дни его характер истотно не изменится. Сегодня в вечере и в ночи махчим и туман. Завтра в день будет без опадков, слупок термометра подымется до плюс шатырых. Ветер обязает быть умеренным. Понеделок с четвертого студеня, будя хмарным, пройдут дожжи. В другой полове будущего тыдня прогнозуется мокрый снег и гололедеца. Температура поветра складе от нуля до плюс шатырых. Это и инши новины. Информацию о проектах Толярадо компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok